добричком друзья второй день трекинга начинается 7 утра я уже в кофейне вы представляете что 7 утра может человек какой-то без проблем сейчас делаем и вот этот парняк уже старается я вижу что они здесь предоставляют трекинги за 30 минут до местного монастыря за три часа вы можете до исторического дворца ламсун дурбан это отсюда из сахара высота этого местечка как я выяснил 750 метров над уровнем моря и вот на таких джипарях за 3000 они нас сейчас будут отвозить в чами стартуют они в районе 8 утра и в процессе как наберутся люди так будет хорошо дороге 6 часов с таким видом пить утренний кофе ощущение что хочется здесь остаться навсегда камрады важный момент если вы не очень-то высокогорье акетамид 1 таблетка утром 1 таблетка вечером потому что я помню там настолько это бывает сложно что может быть лучше действительно начать пить никогда этого не делал но сейчас начну все загрузка тачка пацаны все туда наверх перемещается на джипах раньше это были осы когда дорога не была построена ну вот конечно у нее сам блин все она встретила своего снежного леопарда местных магазах представлен гурка стром гурка это такие спецназовские ребята которые спец отряд набирается для английской короны из местных непальцев у них есть шанс отслужить в этих войсках поучаствовать каких-то военных операций и после этого получить великобританское гражданство в принципе магазах есть все ништяки ничего полезного нету а вот все вредно химическое ну не полон такой славится вот такими вот снеками вот такими вот непонятно чем но почему макарошка не везде одинаково чана-чана максимально ленивый да как в местном регионе положено так и даже он устал не хочешь молока об позавтрак постель принесли ребята смотрите гайс я нашел путешествующего на велосипеде а вы фомбру прошу не забывайте мы источнили от知ли кто-то визиталию италии а вы? а вы тоже? я из казахистана мой называешь Рем А вау а вы твоя нитра? я был на казахистанам серьезно и в какого дня это стоит поучаствовать на казахистанам на велосипеде еще один год один год как вы найдете у детей здравоохранения? казахистан, а для меня это очень большая и таджикистан таджикистан, туферистан, таджикистан В Саматайл. Да, я знаю. Так, что ваша идея? Идти на Анапурна с басиклом? Да. Это ваша первая? Это ваша первая? Да. Это очень круто. Да, мы идем на дорогу. Но для начала мы используем джип. Может быть, 8 километров. 8 километров он будет нести. Потому что это невозможно управлять этим. И, конечно, у вас есть идея чтобы купить велосипед? Да. Да. Вот человек, конечно, у него есть идея. Если он так любит велосипеды, значит он по-сумасшедшему будет хотеть сделать кругосветку. У нас есть идея. Так что вы начали? Увидимся на дороге. Увидимся на дороге. Увидимся на дороге. Увидимся на дороге. Скажи мне, что это? Вот такая ситуация? Баба. Все, немногословно. Ну что, будем давать, конечно. На ход ноги почему нет? Конечно. Давай, good luck тоже тебе. Всего хорошего. Шива. Омного Шива. Да, вот он. Он идет. В палубничество. Клевый чувак тоже. Very nice. Пусть у него тоже настроение хорошее будет. Все хорошо. Все люди офигенные. Между прочим, в саду они тоже, когда видят голый живот или еще что-то, они типа такие, что б не позалипать женской энергией. Хорошо же. Все, там общение налаживается. Все, пошел итальянский брат. Надеюсь, мы там с ним увидимся на верхотуре. Конечно, он отчаянный чувак в одиночку, лупаш. И это он думает, что ему 8 километров надо будет нести. Да там все 48, потому что сложная тропа. Конечно, как всегда он отправится через час. Не все так быстро. Народ по чуть-чуть раскачется, подвисает, угорает. Вот над шуваитом, над бабой. Стратегический продукт, белковый закуплен. Интересно, что в крутую или в какую? В крутую, зверь. Не хочется наедаться перед дорогой, потому что растрясет. Ну, сами понимаете, 6 часов по серпантину. Набирается наш джип. Вот разносторонние уже с нами пассажирки. Ну, две такие мощные европейские девули это там. Бача сразу такая, ну, не знаю, что такое. Ну да. Я думаю, я так разводка будет, что происходит. Я так не хочу. Братука учит английский. Are you like a shape? Porter? Yeah? Yeah. Вот, Porter. If you go with me to the mountain, how much money for one day? Porter, of course. How much one day, Porter? Porter. But he was... He can never put it in. 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 We can never put it in. You need a porter? No, just interesting. How much it costs? For one day, like $290. $2,000. It's around $15. Yeah. $15. Ну вот, $15 в quarter на день. $15. $$15,000. $15,000. $15,000. $21,000. $15,000. $15,000. Дальше, от $15,000. $15,000. $15,000. на переднее сиденье на випники мы врываем давай вальчик варвись я как кошку этот оператор мы снимаем тут все у нас может прочь фильм блин про трекинг у меня интерес к этому это же главный основной сумка босс и ванка с биттайм он литву beginning of tracking на у нас омачки по в общем ситуация мы сидим спереди с водилой вот так переключается скорость будет просто трубы вальчика но это лучше чем у меня будет переключать я же вообще так могу дают доехать очень с хэппи-эндом в этом девчонка чужой будет вести мамочки включая водила нас 9 человек там три сзади три на заднем и на переднем прикиньте кто втроем на переднем ездить мальчик как он говорит ты ноги давай раздвинь-ка дедка ты чё я буду между ног у тебя там шебушать всю дорогу тебе понравится поверь мне ну в принципе вальчик смотрит да ничего нормально классный парень говорит я вот даже не отриханет я его даже поцелуй и это уголай дачи вот так становится ближе к дороге это вот так 6 часов как хорошо мы что мы спереди мальчик не переживай и удовольствие получит и не растрясет ну да жесткий жесткий дороги я чувствую будет прям джип-трайл она огонь такие кадры тут выхватим это путь так и чё городской автобус вон ходит чё мы распереживались оказывается все сообщение налажено между ними мафана нет и он сам поет он такой красивый песню брат да дескор но музыка турия фамизи гай такой зак но чудо гималайская фантастика и все люди что-то как муравьи куда-то дачу ва салам алейкум по встречке обошли друг друга а эти ребят вот так едут а мы еще жалуемся таки улит что-то тесновато там вообще все небо все пространство для них следующее открытие что тут нормальный трафик какие-то это те же европейцы которые вчера топили толпой это они мы вчера видели первый день но тук тук как-то куда лезет у штан двигатель как у моторашки и он тянет и он проезжает хоть зубах держится дорогу телефон ну крутой чел целом друзья за сегодня мы должны подняться на два километра вверх с высоты 800 метров над уровнем моря до 2 800 2 километра мы в гору взлетаем посмотрим как отреагирует голова вашего почтенного блогера на это все так как я старый опытный боксер я должен очень чутко реагировать на такие вещи по давлению и кого мы догнали ребята помните велосипедиста итальянского парня ну пока дорога напоминаю знаете такую российскую глубиночку мокру вот идет нормальный трекинг а вот чувак он видел нас и он обрадовался но мы какой-то другой дорогой поехали почему-то ну непонятно попа первый мост такие прикольные мосты и вот это река ущелья об она очень красиво там и очень быстро пролетаем очень фактурные вещи выхватываем иногда по дороге вот такие холмы мы уже максимально приближаемся вон увидите уже снежные вершины местное жилье выглядит вот так но это новострой уже проехали много таких нового деревенек деревенек прям дорожка так а мы все время будем двигаться вдоль ушел реки безусловно на такой дороге две тачки то и не разойдутся потому что но цвет воды зеленый изумрудь цвет вальчика тоже примерно такой же скоро у нас будет потому что упрякивает но мы держимся а что делать ради этого все затевалось таких штучек ребята уже на нашем пути дофига попадается мы по кромке проползаем проползает красотища фантастическая ни одного трекера на тропе нет да вообще никого на тропе нет вот брат молодец он уже зажал скулы уже не поет вальчик созеленеет сзади девчонки очень высокие тоже европейки они пробиться от потолок там все время ай ой ну не картошку везем конечно старается парняка но это тяжело там сзади на очередном повороте шпилька так называемого ты понимаешь что все никуда мы дальше не пошли договорились он говорит давайте проскочите друзья мои ну а дальше трешак поперло прикиньте даже они не хотят отходить пацаны уже пора уже давайте а ну мы не про его как укрепти стати мышцы какие ни хера на камнях на тренал имейте ввиду воркаутеры пацаны камни ну так все будут работенка у пацанов кирку забирай кирку чё вон еще у нас один учитель вместе бегу у него род ракшина шея висит значит он тоже йогин значит у него есть духовный духовник ведущий учитель как и у меня может мы даже к одному егическому клану относимся надо же проехали мы вот это чудо смотрите принципе пацанам лет не знаю вон с 18 20 по он еще качество картинки будет я вам скажу так себе но вы должны прочувать какой обстановке происходит это и это радостно потому что иначе это где-то третий день пути вот где мы едем сейчас всего лишь через два часа если ты пешком топаешь это третий день пути я это проходил вы знаете тогда я лопанул 210 километров за 14 дней а тут два часа и мы как довольно питоны там где наших перекус где мы огурец конечно мы перекусываем мальчо кайфоват и кайфоват кайфуем сегодня мы с тобой кайфуем и завтра мы с тобой кайфуем и ничем не ничем давайте бачку же пищит говорит очень-очень уже высоко а я пищу уже говорю братан а чего у нас топливо мигает на нулях все натуре или раз шутка все ребята мы приехали в джагад полно я вижу гейсхаусов есть при вайфай и вот тут чекпоинт наших перми то должен произойти как я понимаю да и туалет происходит все девчонок спросил не грида мы башками там бьемся но нас не тошнит нормально потому что мы все знаем хвост конечно 300 очень сильно кто сидит спереди его водитель там подыгрывает своей коробкой передач счастье огонь вот ребята поэтому кто хочет немножко пройти типа мимо пункта где бы типа мы не будем брать примит мы пройдем так найдем обходные дороги наверно сложно в этой деревне вас запасут запалят дорог особо нет обходных поэтому берите пермит он всего 25 долларов обошелся все очередной комок шоссе будет затискан до смерти а вот я вижу такие штуки вот где примерно в таких местных даже спит там уже таких комнатах ты по дороге шерпа останавливаться помощники или вообще кто угодно туалет если очередь у нас а вот так выглядят дискаусы в которых вы можете брать комнаты до туалет наружен но довольно милые комнатушки там будет просто кровать стоять и один стул и вот хозяйка дискауса будет сидеть мужики так как большинство зрителей у нас конечно пацаны и мужчины парняги смотрите до какого уровня можно ушатать запаску более реликс называется такая тачка и вот она на ресорах он херачить там уже все втулки подвески на хрен разнесены там все долбит стучит снизу но он уверенно мягко каждый день наверх вниз ползают по этим всем гора вот такой зверюга так мы скрылись деревенскую школу хотим посмотреть непальскую школу по быстрым кто был кто видел никто не было такие класс вот и ты заходишь например его там есть человек представляете вы учитесь а у вас там за окном вот такое чудо а там идут уроки вот доска вот так они учатся вы посмотрели да бомба вот следующее математика но друзья я не представлял что в таких условиях можно можно и вот в такой стране это происходит они на обучаются и грызут границ знаний она показывает на массы это девочка и носик уже прокололи вот это чудовая бачик нападать затискать затискать у полетел вообще ты смотри какое чудо описалось в этот же секунду как ты взяла а до этого ну ты-то разбираешь ты нянечкой работала где только неров где ты нянечкой работал расскажи таких странных помню вид нам был страшно вспоминать не все дети дошли до совершеннолетия допасы тебя бывает два годика не улыбается а один сказал не улыбаюсь очень серьезно и в очко это не собачка и там надо по-другому а на масты как мне нравится такая серьезность вообще-то интересные гуляет энергию она смотрит на дур ты какая-то вообще ну набита ну ты чё ну видно же сразу невооруженным детей не обманешь а у нее дела поинтереснее на шоколадку дербанит здорово счастливого тебя будущего красотка пока бай-бай время друзья пол двенадцатого выехали мы в 9 30 мы два часа в дороге и мы проехали 20 километров и нам остается еще двадцать пять поэтому впереди но тоже еще где-то два с половиной часа наверно болтаться но я ожидал намного худшего поэтому друзья не жалейте 25 долларов стоит жид если вы хотите оказаться прямо в эпицентрике мармут что тащит да все тащи ну а сразу лучше прыгайте на джип и уходите туда на высоту вот это самая мощность вот монахи здесь есть кстати тоже уже забили это местечко ватерфол конечно же называется давай ой девчонки с таким выковыриваться конечно сложно как будто парнишка услышал нашу идею про водопад и когда вы останавливаетесь попить чайка вот в таком местечке мы сейчас будем пить чай там на веранде вот из окошка смотреть на этот фантастический водопад по имени вода под друзья мои вот монахи только что от пили чайку покушали они вниз спускаются мы же здесь сейчас начинаем наваливать маму маму ты будешь маму текенному я не буду больше разбираться что в девичьей голове одну на двоих пельмени ну или мы будем но рядом ты не представляешь ватчик как ты стоишь чё там сзади тебя за фантастика смотрите быть мы на кухне здесь это кухня-студия происходит кипячение наших мамошек и чаю они даже не обращают конечно же внимание на этот водопад сколько они могут на него смотреть он тут круглосуточно но для випничка вон там можно на колено припасть сделать предложение кому-нибудь если у кого есть настроение в гималайе у нас баттл танцевальный баттл начинается все готовься к музыке разглядываешь души прочистили давление я нашел сюда человека на фоне водопада мы планируем это что оттанцевали ну вот вы видели 40 баксов гид блин выхватывает и он конечно думал впарить себя мне но 40 баксов здесь для непала это по-моему круто по любому кормить его но вряд ли он думаю тут на подножном форме что-то найдет по дороге эти виды они обалденные потому что невероятных размеров как сами город так и водопады в общем-то пау покушать здесь вы видели две тарелки мамошек и 2 милк чая 10 долларов в общем обычный ланч на двоих 10 долларов ориентируйтесь цены здесь горах очень высокие сравнительно конечно в любой непонятной ситуации всегда можно потренироваться я увидел первые кусочки думаю ну гималай же вон она наконец-то маленькая растет красавица вообще где-то мы прям проезжаем через столовку через какую-то изнутри секретный но аккуратненько все чистенько ни одной бумажки ни одного пластикового стакана из-под пива все очень кошерно я прям рекомендую непал ребята сразу сюда даже им до утки он красиво уложен вон в ту далекую плащину нам надо добраться дорожка уже до две тачки не разойдутся и она там впереди подбирается так сказать встретиться с нами лопло смотрите как красиво камни огромные скалы что-то откололся этот кусок да реально огромный кусок скалы было отколот а может быть и взорван я шел это трекинг когда эту дорогу строили ее взрывали подрывники и то время когда ты идешь ты шел не по этой стороне реки а потом вот там есть тропинка домики ты идешь там и подрывники тут взрывают а там ты прячешься за камни было и такое буквально через 20 метров вот такой нежданчик все дорога резко закончилась никакого ограждения свежие камни падают блин апасян тут все максимально ненадежно и когда идет сезон дожди эти люди часто отрезаны вообще от внешнего мира месяцами такие мосты накиданы очень так быстренько знаете подразумевает что его может изнести селью и поэтому я так прикинул большинство мужских рук здесь востребована для того чтобы перетаскивать камни вот сейчас мы подъедем там видно что был сошел камнепад и опять же люди там строят работают я специально ее снимаю чтобы видели на какой высоте дорога там проходит и как это все может быть круто вот полный разнос дороги произошел здесь буквально до наверно вчера и теперь пацанчики своими силами пытаются это все ликвидировать а мы по самому краю по всем по самому краю нон-стоп очень они работящие даже вот этот такой жесткая работе одни молодые пацаны вообще где-то по 20 лет потому что мужики вон заняты они уже с тетками стихи война чуть и не ожидала этого всего не плач вот это скала это вальчик ищет безостановочная сигнализация одно слово как 5 но это понимаем да у по а у меня вообще кто такой я даже не отвечаю где облака где горы это все смешалось давай брат притопи нам нужен мощный поворот здесь лобовуху дай гудка я потрясен от этой крутизеты дороги это вообще да да как это передать это восторг но с определенным адреналином бесконечно начинается накрапывать дождь и вот сюда мы должны к авторитетным структурам подойти чтобы они проверили наши пермит и они тоже не дураки они выбирают вот такое вот это местечко как раз наталом чтобы красивый вид и там водопад у них тоже если бы вы ощутили как нависает это огромная гора над этим маленьким поселком задача переписать в тетрадку с перми то что ребят тут не проскочь ну по низу наверное можно вон там где они дамбу строят может и можно так оказывается ватчика есть история она пыталась прискочить и чё я пошла и я такая пошла и пошла короче такая всё мне попали типа они такие перми и турмии там у меня перми то не было не хотела покупать да я просто пошла думаю что они за мной поедут что ли и прикинь они с полицейским короче за мной на машине догнали за арестовали вернули назад и чё как он наказание я возвращаться короче не буду на эти деньги сами не оформляйте они такие нет надо паспорт меня короче на связи с офисом там на коленке заполняла и вот ну ничего страшного тебя в зиндан не кинули групповое изнасилование не было то что безопасно максимально а вот тут внутри этот поинт где чекпоинт люди живут вот такой у них рабочий офис так они проводят время максимально херово по моему мнению а там строят дамбу а вот теперь другой расклад высота скал которые сейчас над нами это ответные скалы настолько огромные что я край не вижу может выглядеть но я нет поэтому справа река вот такие камню не могут сюда прилетать а слева отвесные скала до бесконечности километр-полтора наверно и мы прием опять началась опасная антич только что пропустили экскаватор который реально вот это все разгреб облака закрывают белые вершины иногда простреливают их видно и мы к ним ползем полтора часа осталось до высадки десантников и через полтора часа мы будем максимально близко к ним на 20 километров ближе чё тут у вас не да вот интересный момент вот мост через реку он туда у нас живут типы вот такая у них там жизнь ну вот понятно тряска ну вот и по мосту тут уже хорошо будет мост построили ведь раньше же его не было там есть специальные девайсы которые ты просто поставим канатом такую тележку ручной тягой перетягиваешь сам себя туда затянул опа видим первое серьезного трекера девочка одна лупашек блондинка ватча на ее месте должна была быть ты чик знакомое лицо причем мне тоже вот ватчик ты бы тоже такими бы глазками смотрела бы на проезжающий хитрис может быть может быть она чуть чуть нет непреклонный мест нет ну живая только богатейший ух ох шестач попер шестач какие уже пошли момент июнь там девочки сзади кричат высаживайте дойдем пешком мы уже не хотим встретить мы уже хотим на диван к телеку а вот ребята пободрее явно наши они целеустремлены глаза не заплаканы просто брут и все им интересно они в своей теме сейчас у них будет общение вот с местным дядей местные такие интересные они так идут всегда руки за спину ну авторитетные дебилы вот такие прогуливаются ты не поймешь у него нет с собой ничего как будто он рядышком откуда вышел на водопад вон поглядите ему интересно и мне интересно да да проверка должны рассказать всю информацию номер все таки тут следят все таки власть есть даже в таком месте на высоте две тысячи метров над уровнем моря мы сейчас находимся еще один чекпоинт для иностранцев для туристов которые идут в трекинг вон видно что сидит чувак перекусывает ему нахрен не до девчонок не до чё он так сказать все в разносе он такой это только третий день ватчик чё там серьезно запачкалась так и нам бы надо какую-то вот такую книжечку что ли трекера а то чё то мы как эти вообще без информации вот так это все интересная картинка наглядно показывает какого рода животные здесь есть одних леопардов я вон уже пять штук насчитал птиц немерено медведев три но главный парень которого я хочу вам показать это будет якорь он попозже выступит с произвольной программой там на высоте от трех с половиной тысячи не живут и выше он наконец-то у нас есть четкая с высотами со всеми делами нам надо сюда четыре пять тысяч четыреста шестнадцать и даже может быть четыре восемьсот пятьдесят последняя наша ночевка там на высоте и мы на данную секунду едем чами мы в чами едем мы сейчас где-то вот здесь нам до чами и дальше мы идем пешком ну так но хочется попасть на это озеро делико лейк вот там будет экстрим оно еще возможно подо льдом что там брат как начальство только что поговорил с мужичком да он три дня идет уже и вот у нас это три часа получается час на джипе это день пешком вот такая арифметика по нему видно за воду не переживайте вода тут везде можете с реки пить можете отсюда пить она питьевая в таких палатках тоже местные иногда останавливаются где нет таких гисхаусов ну в основном все турики конечно будут снимать вот такие комнатки вон то столовка можете и в таком месте заночевать если желается здесь это через каждый час через полтора всегда будет место где вас приютят накормят за определенную сумму мой какой дом ну вот в таком чуде даже можно остановиться мне стало ужасно любопытно какой же интерьер внутри этой палатки да она как военная что ли бризентуха а нормально она не продувается здесь и стол стулья шкаф бодрая хата по слухам если вы пытаетесь в этом кафе при гисхаусе например уже найти завтракайте то сколько вам предоставят где сплатно во всяком случае моем случае в прошлом трекинге было так не знаю как сейчас где туалет на удивление неспешной зарисовки местной жизни вот портеры они нагружают до 50 килограмм могут тащить вот вы слышали что за 15 баксов день за ними маленький филиал монастыря и вот они лупашек вот так идут но у меня вопрос мне кажется все таки на голове вот как они тащат не полезно для шеи мне кажется все таки когда на плечи нагрузка то это пополезнее ну кто знает неизвестными ну вот как он на голове я бы не таскал мне кажется тяжело чо в голове круто только одна песня на наших лицах радость потому что да вот так девуля девчонки в основном на трассе я заметил причем хороший красивый с хорошим загаром тут одни неужели пацанам не интересно непонятно а вот пацан а здесь вообще европейские люди ну ребятам по 70 но там ни не одного портера взяли такого а может и друга и мы подбираемся к водопаду прикольный да все тут гигантских размеров я сам казахстанский горит но здесь все то же самое но здесь раз больше чем у нас и вот эти ворота стоят да по всей дороге конечно это принадлежность буддизму мы побываем есть мечта там где мы будем на высоте три с половиной магнанги оказаться высокогордом монастыре и по-моему сейчас нам предстоит какой-то сюрприз за вот этим поворотом я ожидаю нет да ну что самое крутое что за этими горами там-то за облаками огромные снежные горы и вон видно куски и да это не предать кажется что и эти-то огромные но нет есть еще больше самая большая группа которую мы встретили один человек 15-20 и докажет папа портера сзади три спереди два такие пацаны и мне до разговоров это шуток и до смерти все там и события с девчонки то остались вот мы взяли одну потому что у меня не работает нога она говорит визит у меня наверх не хочу не хочу сразу же зато и максимально большую группу которую сзади такой чабы она не хочет рецепт говорим очень рада что вообще все мы здесь сегодня собрались я внутри поехали вот уже прародители в общем-то вятах их ближайшие родственники это мы в поселок коко высота где-то 2 500 немного виски подалбливает местные вообще в порядке в полном коровы все очень лохматые мелкорослые ну потому что с большой жирной коровой маленький небалец не справится поэтому они такие замызганные чая одну закистку но прикольный потрогал его нормальная тема здесь собрание немножко сельсовета вот так выглядит деревенские жители на ходу со стороны вид причем уже у нас получены первые травмы вы думаете на лимузине легко ехать да вот по этим вальчик уже мозоль в кроссовке получила вот там что-то натрется оба что-то а вот уже и первые немного монастырь и проскопить день ой нам все не дают покоя говорит давайте опять чекпост опять нам туда к пацанам но он симпатичный потому что за нами уже ступа за нами буддизм за нами вся рядость похода и комрады добро пожаловать в город герой чами который находится в подножье вот этой скалы но как я уже убедился за этой фантастик я я ведь мой я за этой фантастической скалой есть вон те белоснежные огромные горы на таких тачках здесь спортивно гоняют классная комнатка получается мы здесь просто покушаем а давайте посмотрим какие комнаты нам предоставляться на высоте 2 800 и космическому удивлению мы были в пути шесть часов хотя пролетели они довольно незаметно и сейчас три часа дня никуда мы дальше дергаться не будем сейчас наверное будем отдыхать кушать ляжем пораньше завтра встанется в 5 и начнется мощнейший трекинг обалдеть столик мамочки и параша индивидуальная смотрите у нас у каждого своя класс пойдем чай пить ну что дружище други братья самое кайфовое в трекинге это изучать карту высот расстояние от одного там деревне до другой деревеньки мы этим сейчас занимаемся это так круто и так воодушевляет но знаете вот этот взрыв мы заказали смол под говорим на маленький чайник джинджер хани лемонти и каково же удивление когда ты сможешь такой такой это чем маленький они говорят это маленький могу большой он говорит да там баллон вот такой брат в общем такая же книга полная стоит 1000 рубасов это где-то 7 долларов джинджер хани лемонти 7 баксов за литрешку карты сообщают о многом за сегодня мы стартанули с бисе сахара и сэкономив 5 дней пути за 6 часов мы доехали до шами до тибетской границы ну сейчас она китайская вот столичка ну тоже пять часов езды на джипе но братья пилигримы пусть и смотрите мы дернули два ковшика и наша идея мы увидели что на карте тут есть hot spring я невероятно ну пищу просто видите вечернее солнце немножечко торчит снежная гора там вдалеке я на красиво ну а почему мы знаем про горячий стульсник пока я там в реанимобиле лежал восстанавливался смотрите если что можно трекинговое оборудование купить здесь кому не хватает и правой рукой я сейчас иду и начинаю делать в общем то она взяла и все разузнала поэтому мы тиснули то что нужно одели купальники и валим еще удивительно здесь есть фантастическое местечки в которой по итогу трекинга мы должны оказаться называется то-то пани и там огромные бассейны в которых можно быть в этих горячих источниках это не будет незабываемо надеюсь вы это все с нами вместе увидите скоро тут концентрация вы знаете ли мне до разговоров не знаю может они будут какой рассказать но лучшим мантру вот разница ты сама я маме полая вода с этот со словами а ты знаешь что мы забыли это полотенца всего ватчик исчез я стою с местным ректоратом наблюдаю что здесь вот газовые баллоны при разные продаются вот такие старые здания красивые здесь макс сельпо ну вот эта красота дерево и ступа еще и дядька с ребенком такой детей они любят обожают затискивают это понятно здесь максимально приближенные они к детям их никуда в офис и не заставляют уходить поэтому в общем-то все члены семьи от малого до велика все время вместе и для меня это вообще супер уклад социума когда дети видят чем занимаются родители любят их все ушел куда взбать ой как все здесь а воздух свежий звенит очень-то джиповое сообщение здесь развита а до этого представляете все это было пешком от зубной щетки до иголки надо привести на осликах и они все это делали коммунизм в полном разгаре пока или это отдельно взяты гисхаус был захвачен коммунистами не знаю тут уже не до расспросов расстреляют на хэмк стенки поставить за там он за холмами мощный-мощный водила только что прошли полицейский участок вон стоит так сказать на фишке security они внутри построились и поют гимн все толпой человек 30 тут бригад нормально ну китай рядом и если вдруг нападение они быстро собрались и накидали наваляли защитили стали героями вот эта вся тема экспансия китая когда я здесь был как раз убили короля семью тогда релевационная обстановка была и вот слухи что китайские войска уже на границе готовы вторжению тогда они были очень мощный поэтому я убегал с беженцами на автобусе на последнем из покоры это была адская ночь границы был граница была закрыта и ситуация не просто начал переворот стране все убили короля всю семью в двух кварталах от моего гисхауса в катманду где жил я свалю в покору а уже из покоры пробирался в индию такая история была это было ну сколько шестнадцать лет назад кто тупой уху куры но вы видите да ватчик она такая немножко викинг но немножко вот а аспирикс и азиликс обиликс и как они в они были друиды его друидам не выдали вот он нормальный портфель где что ты несешь все она несет на все несет и поэтому нам хорошо путешествовать мы понимаем что у нас есть четкое разделение обязанностей я несу камеру она несет 50 килограмм нашего стаффа ну и конечно оплачивается счета потому что я просто как бы гуляю я не по статусу в общем этими глупостями заниматься не положено зону а по чем мы увидели какое чудо здесь еще и ферма цыпляча телевизионные пилигримы за каждым поворотом ты вдруг смотришь налево а здесь даже с щели у нас тут своя белая гора присыпана снегом ну ветер говорит такой снег вообще не за горами ребята дубочелла вот но вот такая щель а где ты такую щель найдешь странная гора не знаю фантастика температуру мы теперь по собачам определяем они сложились с калачами нас и спрятали и ничей на здесь можно шмот какой-то бушный наверное заказать прикупить а в ту сторону вон та гора по красоте наша задача через этот мост перебраться и верю что мы найдем этот горячий источник разносит по эмоциям вот такие гесты я уверен там даже они приплатят если мы захотим остановиться потому что они самые дальние вдалеке от тропы явно никого нет они грустят как мы сейчас узнали от ватчика вот такое устройство домов это опасен апосянский и говорит этот порода она-то у нас горно технологически заканчивала видимо в дубая вот эта порода горит максимально стремится к оползням но вы видите у них когда работают печки такой интересный цвет вся чего закоптили всю гору просто теперь будет 5 секунд на панорамной съемки зацените вот из-за таких вещей я люблю путешествие потому что видишь и стоишь и думаешь пытаешься чтобы это осталось в твоей памяти блин вы чё тоже на горячий источник hot spring yes you want to hot spring очень клёвая тропинка мы тут идем все видим по гималаям грустный ватчу потому что она поняла что нас опередили с этим hot spring я пока со своими рассказами знаете балалайкой ребята идут мыться туда она в бикини она в купальнике она хотела быть этим самой первой красавицей для контента для вас ребята постараться она прониклась моей идеях что я хочу доносить прекрасное вечное эзотерическое и в то же время что-то прикольное наградала я буду сотрудничать несмотря на то что я любовница миллиардера для меня это опасно но по всем хозяйка парк барыния мне нравится красиво вон она тропинка на горячий стул а да там и так толпа уже и без нас в общем история такова что тут были ванны вы видите они построены и их снесло селим говорит полгода назад или прошлом году здесь можно было кайфануть теперь кайфануть только стирающим женщинам что думаешь грустный она не даже по секунду он сидят а вон тут может быть а а вон тот ну ладно стирка у нас сегодня хорошо сейчас пойдем пообщаемся с ректоратом нормальные девчонки чё ты иди это наводи мосты вот я после таких кадров я же столько лет прожил в индии я ну вот жалобы наших девчонок на их тяжелое жилье бытие житие вот это все я не обращаю сильно внимание потому что вот такой вариант я его же вижу постоянно я же живу с местными он присутствует везде да я думаю наши глубинках тоже это все есть но здесь это повсеместно поэтому через сильнее заметно так подождите тут и себя можно постирать вон голову помыть сполоснуть здорово мы так и хотели но они нас опередили и что же мы видим о боже мой вот такая красавица я думаю сейчас просто должны упасть сотрясением а парни просто отвернулись они таки мы вон изучаем камушки нам интересно нам не интересно что такая нимфа оказалась нам у нас горячем уздочнике забралась прикольный пацаны молодцы все превью готово бомба наша мэрлин моно зарабатывает лучшие блин очки на этом конкурсе красавицы дубай чё хотите вот это зверь вот так реда ледяная это же есть только ледников вода а вы скипи последователи портфире его но а час верещат с ума сходят и говорят рэм ты красавица бачи тоже семь раз мы окунулись в ледяную после этого была горячая вода ощущения но в казахстане это делаю все время такое знаете после пятого окунания начинается покалывание изнутри каждого органа и я верю что это определенный стресс он дает позитив для тела я так чувствую сейчас абсолютный расслабон наверняка и для состава полезно в общем огненная процедура делайте так друзья если у вас есть отклик на это на обратной дороге на расслабоне у меня вообще бомба так все красиво там пацанов столовка кофе вон печка я я я я я я я я от я меня заказная у я Мясо яка на расслабоне. Покажи, какого цвета ячачина. Вот такого. Красного, бордого, черного. Вот хозяин, хозяйка. Судя по Ватчику, это апофеоз наслаждения. Но я нахожу это мясо жестковатым. Оно, походу, такое засушенное. Его потом разваривали или что. Какая мысль. Примерно такая тема. Стоит такое блюдо, вот такая тарелка, 5 баксов. Ну что, ребята, путешественники, я на монтаж падаю. Время 8 вечера. Не хочется ничего делать, потому что Ватчик, он вообще уже в мумию превратился. А что, тепло как? Очень холодно. Ну, пачало? Можно согреться. Падаем на монтаж. Это был первый день, что ли? Первый? Ну да. А где мы ночевали в прошлую ночь? В этом. Где? Это считается второй день подзапарился. Вы знаете, когда я ходил в первый трейдинг, я за 30 дней, за месяц я посчитал, я поменял 24 гисхауса. 24 гисхауса, поэтому ты так отъезжаешь. Поэтому, в принципе, технически у нас второй день. Обнял ребята до завтра спокойно, а я на монтаж. Хочу сказать, тебе сказать, ты лайк поддай и подпишись. Если подписано, то лайк поддай, а лайк поставил, так подпишись. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!